Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана. В прошлом году объем торговли между странами достиг исторического максимума – почти 20 миллиардов долларов. Это свидетельство того, что рост в развитии взаимоотношений высок. Кыргызско-китайские совместные предприятия в основном работают в энергетике, промышленности и горнодобывающей отрасли. Чуан Хон Юнг, который уже 14 лет живет и инвестирует в Кыргызстане, также выбрал горнодобывающую отрасль. Сперва мы здесь открыли завод по переработке золотоносной руды. Сперва к работе, потом в Орловке. Это наш первый объект. Сейчас там лаборатория тоже работает. То, что на нашем заводе. У нас мы получили международную аккредитацию. В 2015 году я стал директором компании «Глобал коммерс», которая является учредителем компании «Саржаза» «Минерал-майнинг». У нас сейчас насторождается. Но там месторождение – олово, волифрамовое месторождение. У нас сейчас там работает уже человек 200. Дай бог, в будущем тысячи человек у нас будут работать». Инвестора заинтересовало обилие и разнообразие месторождения в Кыргызстане. Более того, поскольку китайская страна работает в обрабатывающей промышленности с передовыми мировыми технологиями, Чуан Хунг-Юнг также решил создать условия для работы с высокими технологиями в горнодобывающей отрасли Кыргызстана, потому что возможности страны в этом направлении очень широкие. «Теперь у нас в Орловке есть другие планы тоже. Есть месторождение Мироновское. Это сейчас принадлежит Кыргызстану. Мы готовы с ними сотрудничать, чтобы переработать их руду на нашей фабрике обогащения. Потом там еще другой план. Мы хотим открыть завод по производству и сборке прицепов и спецтехник, которые очень нужны в Кыргызстане». Помимо горнодобывающей деятельности, господин Чуан Хунг-Юнг также внес вклад в здравоохранение и образование. Кроме того, предполагается предложить новые проекты в сфере туризма. «Да, именно где я сижу, это Пешкекский горный технический колледж. Это тоже мы вместе с местным партнером открыли. У нас даже школа есть. И я официальный представитель компании фармакорпорации ЦСПС. Это одна из ведущих корпораций Китая, которая производит лекарства. Мы создали с Минздрав Кыргызстана меморандум. Я думаю, мы уже в будущем на половину снизим цену, рыночные цены лекарств в Кыргызстане. Конечно, есть другие области, тоже есть другие отрасли, как туризм. У меня есть план по развитию туризма». Год за годом Кыргызстан создает и поддерживает благоприятные условия для иностранных инвесторов. Это, в свою очередь, является основой экономического роста и создания новых рабочих мест. Китайская горнодобывающая отрасль, обладая значительными ресурсами и мощной инфраструктурой, уверенно идёт вперёд благодаря внедрению передовых технологий. Страна активно инвестирует в автоматизацию процессов использования искусственного интеллекта и развития экологически чистых методов добычи. Благодаря этим усилиям Китай не только увеличивает эффективность и безопасность производства, но и снижает экологическую нагрузку, устанавливая новые стандарты мировой горнодобывающей промышленности. Мы знаем, какой потенциал у нашей страны, поэтому мы заинтересованы в инвестиции именно в этой отрасли. В конце прошлой недели в одном из крупнейших кыргызско-китайских совместных предприятий Алтынкен выступил вице-премьер Госсовета КНР и заместитель председателя Кабинета министров, министр водного и сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакат Турыбаев. И проведены переговоры о развитии горнодобывающей деятельности. Бакат Турыбаев заявил, что расширение сотрудничества с Китаем является важной силой в стимулировании экономики страны и отметил необходимость продолжения сотрудничества по всем направлениям. Основная цель – это добиться поставленных целей. Это совместно работать с Китайской Народной Республикой и сотрудничать в разных сферах для нашей экономики. В планах позаимствовать в данной сфере опыт и технологию. Также в ходе встречи с президентом Садыром Джапаровым, вице-премьер Госсовета Китая, еще раз отметил, что будет стимулировать крупные китайские предприятия инвестировать в экономику Кыргызстана.